Сейчас вы увидите классный трехдневный сплит для тренировок на спортплощадке. То есть три раза в неделю по 10 минут на тренировку при выполнении одного круга уже дадут эффект в улучшении вашей физической формы. 30 минут в неделю есть абсолютно у каждого из нас при любой занятости. Все, что нужно, это решить для себя, внедрить эту небольшую дисциплину в свою жизнь. 30 минут в неделю. Теперь говоря о дисциплине. Если любого из вас взять и провести в течение двух недель по шагам, как надо питаться, прямо давая вам задания по питанию и давая вам каждодневные задания по тренировкам, через две недели вы поймете абсолютно четко для себя, что все это не так сложно, как может показаться. Нужно лишь практически выполнять данные задания. Именно для этого я создал свой проект «Супер тело». По ссылке внизу перейдите и почитайте. Через несколько дней стартует этот двухнедельный отрезок. Вы можете на две недели взять на себя эту простейшую дисциплину. Каждый день выполнять задания. Они не сложны. Они интегрируются в вашу работу, учебу, во что угодно. Все, что нужно, это решить. Перейдите по ссылке, вступайте в сезон, который стартует через несколько дней. Ну, а теперь переходим к видео. Те из вас, кто живут в больших городах, например, в Москве и Санкт-Петербург, многократно в течение дня оказываются где-то неподалеку от подобной площадки. Я предполагаю, что вы проходите мимо. Мне, конечно, хочется, чтобы вы не проходили мимо таких площадок. И поэтому сейчас я покажу вам три коротких тренировки. Условно, это тройной сплит в течение недели, следуя которому вы, буквально потратив 10 минут в день, сможете потренироваться качественно, проработать все тело. Все, что нужно, это найти 10 минут. И, увидев такую площадку, не пройти мимо. Открыть видео, посмотреть, как это делается и сделать это. Все, показываю. Поехали. Каждая тренировка будет состоять всего лишь из четырех упражнений. То есть объем небольшой, но интенсивность высокая. В каждом упражнении нужно работать до отказа. Первое упражнение в первой тренировке – это подтягивание классическим хватом. Основная нагрузка здесь приходится на широчайшие мышцы, бицепсы, предплечья. Естественно, ассистируют грудные мышцы и мышцы пресса. Нужно выполнить один подход до отказа. Я, естественно, предполагаю, что вы сделали разминку перед тренировкой. Небольшая разминка, буквально пару минут, чтобы прогреться. Сразу после подтягиваний мы, не торопясь, переходим к отжиманиям. Какова пауза между упражнениями? 30-45 секунд будет вполне достаточно, если вы в какой-то степени тренированы. Можете отдохнуть чуть больше. В отжиманиях обратите внимание на технику. В каждом повторе желательно останавливаться в нижней точке и полностью провисать, чувствуя растяжение грудных мышц и трицепсов. И дальше под контролем, поднимаясь вверх, мы сокращаем целевые группы мышц. Опять же, трицепсы и грудные мышцы. И здесь мы также работаем до отказа, то есть до того момента, когда вы уже не в состоянии сделать хотя бы один повтор. После отжиманий переходим к тренировке ног. Здесь отличное упражнение с весом тела – это ходьба выпадами. На площадке у вас всегда будет пространство, чтобы походить спокойно широкими шагами. Обратите внимание здесь на следующее. Шаг должен быть достаточно широким. Вес тела должен распределяться равномерно между ногой спереди и ногой сзади. Отслеживайте этот момент. Шаги можете делать поочередно правой и левой ногой, как я сейчас показываю. Либо выбрать заданное количество и сделать, к примеру, 30 шагов одной ногой, потом 30 шагов другой. Варьируйте, чтобы вам не надоедало. И тот, и другой метод прекрасно прорабатывает квадрицепсы, заднюю поверхность бедра и ягодичные мышцы. Ходьба выпадами считается основным вспомогательным упражнением для множества крутых видов спорта, таких как хоккей, регби, баскетбол, горные лыжи, большой теннис и многие другие. В ходьбе выпадами достаточно сложно достичь отказа, но я рекомендую вам сделать 120 шагов, то есть по 60 на каждую ногу. После ходьбы выпадами мы переходим к заключительному упражнению на этой тренировке – это подъем согнутых ног на брусьях. Обратите внимание, это одно из сложных упражнений для мышц пресса и в то же время очень эффективных. Обязательно сочетайте подъем ног с мощным выдохом и подкручиванием таза вперед, чтобы задействовать мышцы пресса. Выполните подход до отказа. Это упражнение завершает наш круг. В принципе, вы закончили первую тренировку, если честно, выполнили каждое упражнение до отказа. При желании вы можете сделать еще один круг после двухминутной паузы. Теперь переходим ко второй тренировке. Например, среда. Если первая была в понедельник, то вторая, например, в среду. Начинается она с подтягиваний с широким хватом. Это упражнение очень удобно делать на рукоходе. Кисти обращены внутрь. Задействуются активно бицепсы и широчайшие мышцы. Хват обращен к себе. Делать упражнение очень удобно. Выбирайте такую ширину хвата, чтобы предплечья были параллельны друг другу в верхней точке движения. И вы снова работаете до отказа. Один подход до отказа. Выдох, как обычно, делайте при подъеме, то есть на преодоление нагрузки. После небольшой паузы вы переходите ко второму упражнению. Это отжимание от низкой опоры с узкой постановкой рук. Здесь очень важны остановки в крайних точках амплитуды. Короткая остановка вверху, короткая остановка внизу. Приоритетно работают грудные мышцы и трицепсы. Старайтесь почувствовать работу этих мышц. Выдох делайте в момент преодоления нагрузки, то есть на подъеме. Мощный выдох. Во время остановок в крайних точках фокусируйте внимание на напряжении трицепсов и на напряжении грудных мышц. По завершении этого упражнения после небольшой паузы мы переходим к крутому упражнению для ног. Это зашагивание одной ногой на шведскую стенку. В чем здесь трюк? Как сделать это упражнение эффективным? Обратите внимание на то, как располагается стопа на шведской стенке. Большая часть стопы свисает. Это позволяет растянуть икроножные мышцы. Дальше обратите внимание на высоту расположения стопы. Она позволяет мне провиснуть полностью в нижней точке и растянуть ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра и икроножные мышцы. Движение вверх из нижнего растянутого положения происходит с фокусом внимания именно на работе ногой, не руками. Руками мы лишь удерживаем положение. Максимально нагрузка должна приходиться на работающую ногу. Нельзя тянуть себя вверх руками. Первые несколько повторов вам покажется, о, какая ерунда, как это просто. Но нет. Сконцентрируйтесь на остановке и растяжении в нижней точке и на работе именно ногой, чтобы поднять себя. И так каждый повтор. Повтор за повтором. Через 20-25 повторов вы почувствуете, что ноги начинают умирать. Сделайте до отказа одной ногой и до отказа другой. Теперь переходим к завершающему упражнению второй тренировки. Это подъем чуть согнутых ног, висе на перекладине. Здесь можно использовать два варианта. Держась за рукоход или на классическом турнике. Скрестите ноги, чуть согните ноги в коленях и поднимите стопы к перекладине, при этом подкручивая таз вперед. Та же идея, как с подъемом ног на брусьях. Задача скрутиться на выдохе, чтобы работать преимущественно мышцами пресса. Естественно, здесь активно работают также широчайшие мышцы, грудные мышцы, руки напряженные, как вы видите. Но пресс берет на себя значительную часть нагрузки. Сделайте это упражнение до отказа. На этом завершена вторая тренировка. Вы можете сделать либо один круг, либо после двухминутной паузы добавить второй и третий, но не больше трех кругов. Теперь переходим к третьей тренировке. Условно это пятница. Это наиболее сложная тренировка. Можно считать ее тренировкой для продвинутых. Первое упражнение. Необычное. Это подтягивание на брусьях. Это упражнение дико и эффективно для развития плотности спины, потому что вы совершаете тягу в векторе, перпендикулярном вектору тела. Старайтесь сохранять тело прямым. Упражнение сложное. Отказы вы достигнете достаточно быстро. Если вам удастся на мгновение останавливаться в верхней точке, это вообще высший пилотаж. Но и без этого упражнение будет даваться очень сложно. Напоминаю, что мы работаем до отказа. После небольшой паузы мы переходим ко второму сложнейшему упражнению. Это отжимание от низкой перекладины. Здесь каковы ориентиры. В нижней точке предплечья должны оказаться параллельно друг к другу. Нижняя точка определяется так. Перекладина прикоснулась к нижней части грудных мышц. В верхней точке мы не защелкиваем локти полностью. То есть движение совершается плавно, под контролем, с короткой остановкой внизу. Выдох при подъеме вверх. Упражнение задействует грудные мышцы, трицепсы, передние пучки дельтовидных мышц. Пресс напряжен в статике и также ассистирует спина. Работаем, как обычно, до отказа. После небольшой паузы переходим к изолирующему упражнению для трицепсов. Это французский жим от низкой перекладины. Здесь очень важно внимательно прислушиваться к ощущениям в локтях. Французские жимы с весом тела – упражнение непростое. Сделать себе чуть проще вы можете, разведя локти в стороны. Это не будет считаться чистой техникой, но будет чуть легче для локтей. В идеале же нужно свести локти вместе, как я показываю, и под контролем выполнять подъемы. Отказ здесь вы достигнете достаточно быстро. Завершаем мы третью тренировку упражнением для мышц пресса. Это стандартные подъемы корпуса на наклонной скамье. Зацепитесь стопами. Здесь, кстати, круто то, что антагонисты икроножных мышц тоже включаются в работу благодаря такому зацепу стопой. Помните, у нас ведь икры работали на зашагиваниях на шведскую стенку? А здесь у нас работает антагонисты икроножных мышц. Упражнение выполняется на выдохе со скругленной спиной, без рывков, плавно, чувствуя работу мышц пресса. Сделайте максимальное количество повторов до отказа. На этом завершена третья тренировка. Вы можете сделать либо один круг, либо после небольшой паузы второй круг и даже добавить третий, но не больше трех кругов. Таким образом завершена ваша третья тренировка. Ребят, по всей структуре, в совокупности, естественно, есть некая модель. Понедельник, среда, пятница. Но помните, это все очень условно. Пусть вас это не сковывает. Если вам хочется во вторник потренироваться, тренируйтесь. Хочется в четверг? Отлично. В выходные вы не можете сидеть без площадки. Делайте. Самое главное, себя не загонять в эти рамки. Строгие. Нет, я должен только понедельник, среда, пятница. Я должен дать себе восстановиться. Это все ерунда. Если вы ощущаете энергию, видите площадку, чувствуете порыв, не видите препятствий, нужно тут же делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова